Всем здравия! С вами Народная Славянская Радио, студия Алексей Орлов и моя гостья из Словакии в мае. Здравия моя! Здравия всем! О чем ты хочешь поговорить? Я бы хотела поговорить про игру. Про игру? Игра, да. У нас в Словакии есть такая поговорка, говорится, чтобы люди не были так серьезные, я все очень серьезно не воспринимаю в своей жизни. Жизнь только игра. И по разных семинарах, когда я была, слушала то же самое. Надо играться в жизни. Была в лагере, там играли, потому что это лучше, воспринимается все не так серьезно. Но в том числе учимся. Сейчас Алексей тоже говорит, что наша жизнь игра. Что это значит? Как правильно играться? Как узнать, чем играться? Каким образом? И так далее. Пожалуйста. И хотя жизнь это игра, но все-таки игра очень серьезная. Игры есть разного уровня. Есть игры настольные, есть игры детские, есть игры в песочнице, есть игры политические. Какие только игры не бывает. В том числе есть игры, на кону которых стоит жизнь. Вот игры в жизнь это для нас, людей, живущих на земле, очень-очень ответственные. Но в любой игре есть правила. Вот если мы правила не знаем, в этом случае тогда мы в этой игре, скорее всего, чаще всего оказываемся в роли проигравших. Поэтому в какую бы игру мы не начинали играть, прежде всего надо познавать правила и этой игры, и свои возможности. Ну, к примеру, берешь карточную игру самую простую. Вот, я не знаю, класс называется, там дурака у нас называется, да? Самая простая игра. Вот раздают там какое-то количество карт, и тебе надо посмотреть, что у тебя есть. Если ты не узнаешь, что у тебя есть, и не представишь, что может быть у твоего противника, то в этом случае ты сделаешь ходы, которые ничему хорошему не приведут. Это первое. Второе. Надо обязательно знать правила игры. С какой картой ходить, когда ходить, последовательность, что надо принимать, либо наоборот отдавать, какая цель игры. Поэтому и в жизни то же самое. Надо понимать цель игры, надо понимать правила игры, и надо понимать ресурсы, которые у тебя есть. В том числе и кто ты в этой игре. Если ты не понимаешь, кто ты в этой игре, ну все, считай, пиши пропало. И как правильно узнать эти правила игры? Так огромное количество различных писаний, различных сказаний, присказок, сказок, былин, да чего угодно в каждом народе, где рассказывается об этих простых правилах игры. Если внимательно разобраться с ними, то окажется все очень просто. Есть главные правила, которые называются принципы жизни, а есть подчиненные им. Вот если человек мудрый, он сразу смотрит в главные правила жизни, потому что из них выстраивается все остальное. То же самое, как я на семинаре рассказываю. Если вы узнаете главный страх и с ним начинаете взаимодействовать, то все остальные подчиненные страхи вам начинают подчиняться. Вы берете управление, и они становятся только вашими предохранителями. Если вы боретесь с маленькими страхами, пытаетесь с ними бороться, ничего не получится, потому что главный страх всегда их под себя перенастроит. Когда идет война, всегда пытаются выбить руководство противоположной стороны. Узнают, где находится, как оно командует, какие связи, кто в подчинении, какие ресурсы. И выбивают их, главных сначала. Вот то же самое здесь. Понимать главные правила игры. Они очень простые. Жить по совести, в ладу с природой, чтить заветы предков, уважать тех, кто старше тебя, кого у нас принято называть богами. Все очень просто, все очень понятно. И вот из этого выстраивается, а если боги создавали нас, значит они создавали нас для этих условий бытия. Значит наши тела, созданные для этих условий бытия, хорошо подстроены под эти условия бытия. Нам не нужно менять наши тела. Нужно их совершенствовать, а не изменять с точки зрения. Давайте мы руку вместо ноги, голову вместо чего-нибудь там еще, и все будет хорошо. Задача следовать тому естеству, которое у нас есть, понимать для чего мы здесь, и выполнять поставленные задачи. Если выполняются поставленные задачи, тогда мы растем. Если мы не выполняем поставленные задачи, мы разрушаем свое естество. И разрушается наше окружение, и наша жизнь идет не туда, куда надо. Спасибо большое за объяснение. Сейчас еще один такой маленький вопрос к тому, что ты сейчас про то, что ты говорил. Наша игра, наша жизнь игра, это тоже тренажер. Что бы ты еще смог объяснить по этому поводу? Так это все сказано, что объясняет. Тренажер, но в Африке тренажер. Это значит, что в нашей жизни мы делаем практику. Это значит, что можно так сказать, что все вокруг нас иллюзия, например. Иллюзия тоже бывает разных уровней. Иллюзия для богов, сон богов, это наша жизнь. И вполне возможно, что наша иллюзия, наш сон, жизнь для кого-то, кого мы в эту иллюзию помещаем. Так что есть сон, а есть сон про не сон. Это все зависит от разных уровней. Поэтому все в этом мире иллюзия, да. Все правда, тоже да. Все практика, тоже да. Все ли игра, тоже да. Каждый находится на своем уровне. Вот сейчас мы с тобой разговариваем, мы с тобой шутим. А кто-то в этот момент, например, всерьез свою жизнь защищает. Борется за свою жизнь. Мы об этом не знаем. И наоборот, кто-то будет потом смеяться, а мы будем с тобой там лопатами в огороде махать. И нам будет тяжко, а он будет веселиться. Да, так что у каждого своя жизнь. Но вот из этих маленьких кусочков складывается общая мозаика, общая картина. Это и есть наша жизнь. Наша задача видеть цельность жизни. Видеть цельность жизни, и тогда будет понятно, где иллюзия, где наши выдумки, где наша кукушечка полетела куда. А где правда? Понятно. И самое главное, что даже в иллюзии мы все равно продолжаем тренироваться для того, чтобы выйти в настоящую жизнь. И в настоящей жизни показать себя молодцами и молодицами, чтобы все было хорошо. А если мы здесь не тренировались, если практика у нас не пройдена, ну что мы там покажем тогда? Наша задача здесь отработать, вернуться в свой дом, где нас ждут с радостью, говорят, ребятушки, девчушки, мы вас ждем. Давайте, принесите нам новые знания, дайте нам ответ на такие-таки вопросы, и все будет хорошо, замечательно. Вот там нас ждут. А вопрос, а с чем мы возвращаемся в свой дом? Нас посылали получить какие-то интересные знания, какие-то практики наработать, решить какие-то проблемы, которые там вполне возможно есть. А мы здесь профилонили, занимались непонятно чем, вернулись туда, спрашивали, ну где, где, где? Не знаю. И что дальше будет? И если мы играем, нам нужно правильно понять, зачем и почему мы играем. Конечно. Если мы не знаем или просто еще не были способны это узнать, что потом? Тот, кто не знает правила игры, всегда оказывается дурачком. На котором воду возят. Которого используют как барана. Как вослика. Чего угодно с ним можно делать. Если ты не знаешь, что ты хозяин этой жизни, что твои предки великие люди, что твои предки здесь очень много доброго сделали, то в этом случае тебя поставят в угол, у тебя отнимут все, что надо, тебя сделают рабом, и в конечном итоге ты будешь непонятно, зачем здесь существовать, и не выполнишь своего предназначения. Хорошо. Если, например, мы знаем, кто наши предки, где наши корни, но не знаем наше предназначение, что потом? Опять же, если ты не знаешь своего предназначения, ты будешь выполнять чужую волю. Это то же самое, как рыба, которая не знает своего предназначения, а постоянно может вылезать на берег, чтобы стать коровой, которая пасется на лугу, птичка, которая летает над водой. Но в этом случае что будет с рыбой? Просто будешь уничтожена. Причем... Не будет больше. Да, причем тебя никто не будет уничтожать, ты сама себя уничтожишь. Разрушая свое предназначение, не идя по своей тропке жизненной, ты разрушаешь себя. Ты нарушаешь естество. Если ты нарушаешь свое естество, все, тебя на этом свете больше не будет. И не надо на кого-то жаловаться, что-то на тебя черти какие-то убивают, сатана с путистом сбивает. Или там кто-то еще тебе что-то делает. Ты не выполняешь свое предназначение. Ты не понимаешь его, ты не знаешь своего пути. И все. Ты сама себя будешь уничтожать. Мне понятно. Это самое страшное. Сказала ты с такой печалью. Это не страшно. Все еще впереди. Но нам надо искать. Конечно. Всем людям надо искать. Кто ищет, тот всегда найдет. Это вопрос, где искать? Ну, где искать? А, это вопрос теперь мне, да? В себе. В себе? Я бы искала в себе. Где ты? Да, мне сейчас спрашивают, где... В общем-то, я ищу в этом мире, в котором я нахожусь. В себе это хороший ответ. Но если ты ищешь только в себе, вот так вот, то в этом случае ты можешь погружаться в те иллюзии, которые сам же в себе и создаешь. Да, если другие мои зеркала, например. Тогда ты ищешь уже не в себе. Ты ищешь в зеркалах. А у зеркал есть оправа, есть отражение определенное, есть, например, какой-то задний план, может быть. Может быть, ты будешь за зеркало смотреть, за зеркалью. Ведь есть специальные зеркала, которые, например, отражают, но не полностью отражают. За них можно заглянуть. А за какие-то можно и зайти. Я согласна. Так что зеркало – это зеркало. Но зеркало бывает разное. И бывает момент, когда зеркало превращается в индивидуального человека, самостоятельного. И он перестает тебе зеркалить. Он живет своей жизнью. Вот если ты общаешься только с зеркалами, ты видишь свое отражение. Ну, это на уровне такого эгоистического представления об этом мире. А если ты уже общаешься с нормальным человеком, то тебе уважение. То со мной как к человеку обращаются. Это хорошо, это мне нравится, это здорово. И потом ты предлагаешь где есть ни в себе, ни в зеркалах. В мире. В мире. В мире. Кто мои учителя спрашивает? Мои учителя – это травы, растения, животные, птицы, человеки. И только потом уже книги, фильмы и что-то другое. Потому что потому что человек не рождается с книгой в руке. Он не рождается, смотрящий фильм. Он рождается, ну, как сам по себе. Он, да что тут отрагивается, с кем-то взаимодействует. Прибежала кошечка, помурлыкала, прибежала собака, погавкала, птичка пролетела. И все хорошо. Поэтому вот это учителя, все, что тебя окружает, это учителя. Только потом появляются фильмы, только потом появляются книги, только потом появляются официальные учителя, которые говорят читай так, пиши так, делай так, и так. Но сначала-то окружение, природа. Если мы в природе не научились что-то замечать, то в этом случае мы потеряли часть себя. Потому что в нас есть все, что есть в природе. У нас есть все стихи, которые в природе представлены. У нас есть представительство земли, конечно, есть. У нас есть представительство воздуха, тоже есть. Вода есть. Огонь есть обязательно. Все в нас это есть. Мы должны понимать, как они взаимодействуют друг с другом, какие они бывают. Дальше. У нас есть минеральное царство, конечно, есть. У нас есть растительное царство, обязательно. У нас есть животное, конечно, это есть. Но вот эти три царства – это только то, что составляет физическое тело. А физическое тело – это следствие задумки высшего, высшего я, высшей сущности, представителя Всебога, представителя сущего. И тело – это инструмент в его руках, который нам доверено для того, чтобы мы что-то делали здесь. И вот когда мы понимаем все царства, понимаем все стихии, понимаем, как устроен мир, в этом случае мы понимаем, как мы устроены. И если мы себя видим в этом миру целостно, то тогда мы понимаем свое предназначение. Вот мы с тобой сидим, ты женщина, я мужчина. У нас есть различия, как ты думаешь? Есть и нет. Да? Есть различия. Но есть? Конечно. Вот если мы эти различия не понимаем, тогда мы будем каждого мерить одним оршином. А это неправильно. У одних вот такой оршин, у другого вот такой. Один смотрит вдаль, а другой под глазами ничего не видит. Один слышит за 100 километров, а другому надо усилище, аппарат в ухо вставлять. Но мы же являемся одним целым. Мужчина и женщина обязательно вместе должны существовать. Нельзя разделять. И нельзя тут кто главный определять, кто не главный. Потому что каждый главный на своем месте. Но у нас сейчас начинается. О, женщины главные, патриархат. О, мужчины главные, патриархат. Да, ребят, бросьте вы. Мужчина главный в своем деле. И он должен себя превратить как мужчина. А женщина главный в своем деле. Я, например, никогда своей супруге не буду указывать, как, например, сварить суп. Я могу дать пожелание. Да, пожалуйста, вот в этот раз чуть побольше вот этого туда. Или сделай вот, чтобы он такой был оттенок. И она сделает. Но в этом случае она мне тоже скажет. А ты знаешь чего? Привези мне вот это. За три девять земель съезди. Привези мне там цветочек аленький. И я поеду. Потому что она здесь главная. Понимаешь? И я забочусь о том, чтобы дом был полной чашей. Для этого в дом я привезу все, что необходимо супруге. А вот вопрос потребности, какие супруги. Это очень важно и зависит от мужчины. Таким образом получается, что партнеры дополняют друг друга. Поддерживают друг друга. Конечно. Чтобы было целое, надо, чтобы это целое соединилось. Ведь есть мужской и женский пол. Половинки. Это же не пол, по которому мы ходим. Поэтому соединение дает целое. Но чтобы соединилось целое, но чтобы каждая половинка была целая в своей половинке. Половинка этого мира. Мужская половинка. Она должна быть цельная. Женская половинка. Она должна быть цельная. Цельная женщина, цельный мужчина соединяются, дают цельную семью. Но цельная семья это еще и дети. Это не просто два вместе соединились. Непонятно зачем. Это продолжение рода. И если вот мы это не понимаем, то целостность будет теряться. Сначала на уровне индивидуума человека, потом на уровне семьи, потом на уровне общества и державы. А где нет целостности, там получается прореха. Представь себе шарик, который не цельный. Сможет ли он быть шариком? Это будет жалкое зрелище, которое доставалось из горшочка и обратно вот горшочек засолил. Какое жалкое зрелище, да? Из этой же серии. Это не цельный шарик, он лопнутый. То же самое и здесь. Цельные люди создают цельные семьи. Цельные семьи создают цельное общество. Цельное общество создают весь мир, целую державу. И нам об этом надо помнить. Поэтому учителя у нас все. И ребенка я встретил, и мой учитель. И старца встретил, и мой учитель. Но я же и тоже для кого-то являюсь учителем. Хотя я этого не хочу, я постоянно избегаю быть учителем. Я говорю, я не ваш учитель. Но так или иначе мне приходится быть учителем. Так что вот так. Вот кто мои учителя и учителя всех других людей. Вот откуда узнавать правила нашего бытия. От людей, от книг, от писаний, от сказаний. Из самого себя. Все очень друг друга. Да, именно так. Все? Все. Ну вот. Нет, еще одна вещь. Такой женский вариант. Все, иначе так, продолжаем. Ну, это разница между мужчиной и женщиной. Да, да, я уже понял. Нет, человек создан на образ Божий. Это значит, что у нас должны проявляться эти разные способности. Сверхспособности, которые мы же потеряли, может быть. Как добраться к тому, чтобы снова вернуться вот к этим способностям. Не говорю про сверхспособности. Сейчас просто как вот этой совершенности на книге. У нас очень часто идут разговоры, что мы что-то потеряли. А я спрашиваю, а почему вы решили, что вы что-то потеряли? Так говорится. Так мало ли, что говорится. Еще больше пишется. Вон на заборе написано. Дрова. На заборе написано там еще что-нибудь. А там смотришь, и дров нет. И этого тоже нет, что-то написано. Мало ли, что говорят, что написано. Надо всегда обращаться к тому, а что есть у тебя. Вот если ты обращаешься к миру с тем, что есть у тебя, то тогда все на своем месте. Если ты что-то выдумываешь, придумываешь, то все будет совершенно не так. И обрати внимание. Нам часто говорят, мы потеряли свои способности, сверхспособности. Говорю, какие? Вот какие сверхспособности мы потеряли? Скажи мне. Например, способность получить информацию из мира. Это как? Мы уже не чувствуем вот это. Я не знаю, кто не чувствует. Я чувствую. Все чувствуют. Все чувствуют. Отлично. Как бы связь там не получается. Как это? Все получается. Но не у всех. Ну, если заткнуть себе уши, выколоть глаза и что-нибудь еще. Да, чувствуем, воспринимаем. Но как бы это связь там нет. Опять же. Не осознаваем вот это. Вот. Не осознаю. Связь-то есть. Да мы же ее не сознаем. Да, не осознаю. Знаешь, есть такая притча старинная. Когда мужик шел, шел, шел по горной тропе. Вдруг сорвался и зацепился за дерево. Висит двумя руками за дерево. Держится. Обрыв. И кричит. Бог, Бог, если меня слышишь, помоги мне. Я в тебя всегда верил. Помоги мне. Друг голос такой. Верил в меня точно? Да. Но я спасу тебя. Спасай, спасай, спасай. Ну, давай, я тебя держу. Отпускай руки. Ты что, с ума сошел? Я же упаду. Из этой же серии. Мы очень часто не верим в то, что это есть. А когда это случается, мы говорим, а, так, случайность. У меня было много случаев, когда я помогал человеку на расстоянии, не дотрагиваясь до него. И потом человек получал какую-то помощь. А потом, когда через несколько лет вдруг заходил об этом разговоре, говорит, ну, это случайность, так, случайность. Когда его жизнь или жизнь его близкого родственника зависела от чего угодно, он обращался к кому угодно, в том числе и ко мне. И, используя свои возможности, я помогал этому человеку. И тогда, на самом деле, это помогало. Причем не убеждаясь. Сейчас тебе станет это. Вообще без телефона, без всего. Просто делай все. И это помогало. Но проходило время. Он говорит, ну, это само собой произошло. Человек, даже получив какую-либо помощь, очень часто это сводит от своего невежества на какие-то случайности, на то, что вот как-то так оно произошло само. Хотя тогда обращался, верил, и все происходило. То же самое, когда люди, вот часто бывает так, нужно, чтобы я людям помог. Вот приезжают ко мне люди, да? И нужно, чтобы я этим людям помог. Но на данном этапе, вот в этот день, они не готовы. Почему? Ну, не готовы ничего воспринимать. Что-то у них идет не так. И я понимаю, что нужен еще один день. А они в этот день собираются уезжать. Я провожаю, говорю, все нормально, все хорошо. Но я вам предлагаю все-таки остаться, задержаться. О, да нет, ну что вы, нам там, мы договорились, надо ехать, все такое. Говорю, хорошо. Если вам это нужно, то произойдет то, что вы вернетесь обратно. И все, иду заниматься своими делами. К вечеру на пороге они появляются. Ты знаешь, вот мы походили, подумали, что-то далеко ехать там. И остаются. И происходит тот разговор, к которому они подошли, к которому они готовы. Очень часто так называемые чудеса не случаются не потому, что кто-то не проявляет эти чудеса, а потому что тот, к кому они проявлены, не готов. Поэтому, когда боги, когда высшие сущности нам что-то дают, а это не происходит. Это не говорит, что они нам не дали. Это говорит о том, что мы не приняли, были не готовы, были невнимательны, не приняли. Вот так устроена наша жизнь. И вы обратите внимание с собой, вы постоянно творите чудеса, постоянно что-то делаете такое, что удивительно просто. Просто удивительно. Но вы это все списываете на какие-то случайности. Вы не выстраиваете вот этой связи, что вы думали, что произошло. Не исходя из этого, вы не убеждаетесь в том, что вы сами уже творцы. Вот когда вы будете наблюдать за тем, что и как происходит, вы заметите свое участие, как вы это делали, что из этого происходило. А если вы не будете наблюдать, то вам будет казаться, что все происходит само собой. А когда само собой, вы тогда где? Вот это очень важно. Подумайте об этом. Мне еще кажется, одна вещь с того, что ты сейчас сказал. Нам надо больше благодарить, чем хотеть. Принимать, благодарить? Принимать, благодарить. Просто мне кажется, что люди просто живут вот так. Рано утром проснутся, и день начинается. Вот все. Надо просто поблагодарить. Я здесь. Я смог проснуться. Я могу творить, я могу делать то, что мне хочется. И вот не хочется, но просто мне дан вот это, чтобы для понимания, зачем я здесь. Что мне надо сделать, каким образом это сделать, куда мне это ведет и так далее. Просто благодарить больше, чем мы благодарим сейчас. Ты все правильно сказала. Но на сегодня, сегодня людей в цивилизации превратили в винтиков и шпунтиков, которых опустили на самый-самый начальный базовый уровень. А некоторых даже еще ниже опустили базового уровня. И цель людей в данном случае сводится к одному. Выжить. Выжить. Просто выжить. О каких творческих началах можно говорить? О каком волшебстве можно говорить? О каком-то вот высоком чем-то можно говорить? Да выжить бы. Пожрать бы. Стоит вопрос, где достать еду? Где мне жить? Чем за это платить? Все. Вот к чему нас свели. Поэтому большинство людей сейчас думает, где здесь и сейчас мне достать то, что нужно, важно для жизни. И в лучшем случае он думает, где завтра я буду, каким образом завтра буду доставать. Но ведь это базовое начало, это физиология наша и не более того. А есть еще второй уровень, когда ты уже знаешь, что будет завтра и ты планируешь то, что будет на год вперед. Это называется выгода. Ты посеешь и познешь знаешь, что ты посеешь, когда посеешь и что познешь, что соберешь. Это выгода называется. А есть третий уровень, когда ты уже знаешь всю эту выгоду. И когда ты думаешь о чем-то более высоком, ты уже не только на год вперед мыслишь, ты мыслишь на жизнь вперед. Ты понимаешь, как сложится жизнь твоя, как сложится жизнь твоих детей, твоих общинников, людей, которые рядом живут в твоем обществе. И твоих уже внуков. А есть еще другой уровень, более высокий. Когда человек понимает уже и свою жизнь, и жизнь общества, и он мыслит веками и тысячелетиями вперед. Он мыслит такими уровнями, когда он заново здесь появится. Он создает бытие жизни, управляет жизнями, управляет пространствами для того, чтобы через сто лет появиться в новом качестве, в новом теле, в новой жизни, с новыми условиями, которые он сейчас, вот в это время создает. А у нас сейчас большинство людей сбросили вот сюда. Если брать общество, в котором все упорядочно, людей, которые думают здесь и сейчас, и на день вперед, примерно около 50%. Это в нормальном обществе. А у нас сейчас 80%, а то и больше. И многие из них скатываются в состояние нежити, которое готово убивать природу, готово убивать себя, своих близких только из-за куска хлеба. Только из-за того, чтобы занять какую-то должность, в которой больше будет денег они получать. Вот в этом проблема. Наша задача раскрыть людям глаза, помочь, вернее, мы не будем ходить, развивать глаза им. Сказать то, что им необходимо, чтобы было понятно, что есть, оказывается, другой вариант жизни. Когда не надо бороться за свое выживание. Когда не надо сражаться с близкими людьми. Когда надо жить просто по совести, но с природой. И тогда у тебя все будет. Не убивай природу, мать твою, а занимайся тем, что ее сохраняет, что приумножает. И жить надо не в роскоши, а жить надо в достатке, в добре. Вот это очень важно. И пришло время вот к этому всему подойти. Правильно. Я заметила, сейчас я гуляла по Москве, и заметила, так много людей, которые просто идут по улице вот таким образом. Или смотрят вот в телефон. Или вот так. Ничего другого. Очень мало людей таких, которые там смотрят, ой, солнышко, там деревья, там что-то другое. Очень-очень мало. Тоже у нас есть так. Это есть везде. Когда я был в Словакии, я тоже обратил внимание, что женщины одеваются в мужские одежды. А мужчины всегда многие идут как женщины. Да. И это беда, которая сейчас цивилизация насаждает во все страны. Во всех странах это проявлено. Цивилизации, теми, кто руководит цивилизацией, все равно какого-то роду племени. Их задача привести все к единоначалью ихнему. Чтобы они были начальниками всего. Чтобы под ними все были. Чтобы они последние соки выжимали. И чтобы ты был как овечка, которая им отдает шерсть, которая не возмущается, куда ее ведут, туда найдет. Но если нужно, еще и зарежут. Вот какая у них цель. А у нас не цивилизация. У нас державный подход к жизни. У нас каждый человек важен. Каждый на своем месте. И для каждого дается возможность получить в этой жизни все необходимое для того, чтобы самые лучшие качества божественные себе развить. Вот чем отличается цивилизация от державы. И когда люди идут, смотрят вот сюда, вот, как ты говоришь, какие-то там смартфоны, гаджеты. Это они себя уничтожают. Они отрываются от этого мира. Они вводятся в иллюзию. Представляешь, мы и так живем в виртуальном мире, так еще их в иллюзию вводят. Иллюзию, созданную не ими. Ладно, сами создали эту игру. Созданную другими. И как слово это называется? Гаджет. По-русски гаджеты. Гаджет. Хорошее дело гаджетом не назовут. Понятно. Это как, получается, иллюзия в... Иллюзия. Но только созданная не тобой, а созданная другими. Когда ты сам создаешь игру, это хорошо. Ты проявляешь свои лучшие качества, творчество, мышление. А тут созданная другими. И ты подчиняешься этой иллюзии. И в иллюзии тебя можно направить куда угодно. И выполняю их. Волю. Выполняешь их предписание, конечно. Уничтожаешь сам себя. Беда. Беда. Которую нам надо решить. Как? Так уже говорили. Да. Еще раз, да? Нет, достаточно. Достаточно. Теперь все? Теперь все, да. Ну вот, друзья. Наконец-то теперь все. Точно все? Точно. Сейчас точно все. Сейчас точно все. Ну что ж. Напоминаю, что в студии Народного славянского радио находился я, Алексей Орлов. И Майя. Желаю вам всего самого доброго. До встречи. Увидимся и услышимся. Быть добро. Быть добро. Благодарю всем. Алексей тоже. Штурмовать далекое море послала нас страна. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова